Минераловодские сантехники решили стать лучшими в стране и отправились творить добрые дела. Первонаперво бесплатно произвели ремонт в квартирах двух пенсионерок. Таковы условия первого этапа всероссийского профессионального конкурса. Сантехники составляют отчеты о своих добрых поступках и ждут, сколько баллов поставит конкурсная комиссия. А вот как оценили амбициозных мастеров сами хозяйки жилья, узнал Леонид Нечапуренко. Ну вот что, отец, воду я тебе перекрыл, не вздом и снова открывают. А когда откроете? Не знаю. Слесарю сантехнику Виктору очень нравится советский фильм «Афоня», но с главным героем себя никогда не сравнивает. Говорит, трудовая дисциплина прежде всего. Интересный фильм, нравится. Где-то что-то есть из жизни. У нас такого, конечно, не практикуется. Виктор Ильин претендует на звание лучшего сантехника России. За 10 с лишним лет трудовой практики мужчина усвоил главное правило – работу надо выполнять качественно. Правда, добиться этого не всегда легко. Особенности профессии. Даже вот как в том же фильме «Афоня», когда он крутил задвижку под давлением по уши в воде, и такие ситуации бывают. И бывают ситуации, когда приходится и в колодцы нырять, и работать в очень тяжелых, сложных условиях. Сейчас Виктор Ильин вместе со своим напарником и тезкой Виктором Зимовейским участвует в первом этапе всероссийского конкурса. Уже из его названия «Добрые дела» можно догадаться об условиях. Конкурсанты должны помочь нуждающимся – ветеранам, пенсионерам или многодетным семьям. Первой счастливицей стала ветеран труда Светлана Кочеткова. У женщины в квартире износились и забились трубы. Из-за этого горячая вода вообще пропала. «И вода шла ржавая. И горячей вообще забито не было. Сделали демонтаж, поменяли на более такой пропилет. Заменились мистеря новые наши, проверяли хорошие. Елочку. Кухню также сделали, разводку полностью». А вот уже сама Светлана Николаевна спешит увидеть результат работы. «Вода идет. Идет вода и холодная, идет вода горячая. Виктор Ильин, он очень хороший специалист. И вот Виктор Зевинский. Они молодцы. Я очень им благодарна и очень благодарна руководству, что они прислали мне таких рамотных людей, которые мне все сделали. Я теперь буду пользоваться горячей водой». Дальше сантехники-альтруисты спешат к другой пенсионерке – Анне Анипченко. Она живет в квартире одна. Мужской работой заниматься некому. Хозяйка не может поверить, что сейчас ей не только починят поврежденную сантехнику, но и поставят новый унитаз. «Людишь, дай мне, сделает. Людишь, и мне нет». Все работы абсолютно бесплатны. Сантехники используют материалы, предоставленные организаторами и партнерами конкурса. Видео и фотоотчет о добрых делах следует отправить в комиссию. Побороться предстоит с командами из 46 регионов страны. Но в Минеральных водах не сомневаются – их сантехники самые сильные. Начальство подтверждает. Виктор Зимовейский – специалист сантехник с большим стажем работы. На самые сложные участки отправляется именно он. Виктор Ильин – специалист шилурокового профиля. Недавно закончил Белгородский институт. Разбирается в тонкой электронике, наладка приборов учета, регулировка теплообменных пунктов. Также на самые сложные участки выдвигается именно он. В таком соревновании Ставропольский край участвует впервые. Главный приз – переходящий кубок и 300 тысяч рублей. Помочь победить землякам может каждый. Призеров определят с учетом результатов голосования на официальном сайте «Лучший сантехник – Кубок России». Леонид Нечапуренко, Анастасия Зубрицкая, Андрей Шворнев и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.